Ярмарка-выставка была организована для того, чтобы спасти жизнь ребенку и в кратчайшие сроки собрать необходимую для лечения сумму. С этой целью руководство благотворительного фонда «Солнце в ладошках» обратилось в муниципалитеты края, чтобы их главы разрешили проводить благотворительные акции на лечение больным детям. Первая из них прошла на побережье Темрюкского района в станице Голубицкой. В благотворительные ярмарки приняли участие умельцы со всей России. Они в течение трех месяцев отправляли свои работы в помощь Алисе Фоменковой. Малышке всего 10 месяцев. Она проживает в городе Анапа. Мы решили провести благотворительную ярмарку-выставку в Темрюкском районе, в станице Голубицкая. Акция направлена на сбор денежных средств Алисы Фоменковой, девочки из Анапы, у которой ретинобластома, рак обоих глазах. К сожалению, в России девочки предлагают удаление глаз, а в Швейцарии обещают спасти глаза и зрение. Но на лечение нужны огромные деньги. Часть средств фонд взял на себя. Это 1 миллион 400 тысяч рублей. Эти средства нужно собрать до 1 августа. Неравнодушные к чужому горю, к чужой беде, люди передают самодельные поделки, чтобы помочь больной девочке. Свои работы присылали и приносили в благотворительный фонд не только взрослые, но и дети. Реализованные от продаж средства пойдут на лечение малышки. Это картина удивительного мальчика из Новопокровского района. Мальчику всего 8 лет. Он рисует уникально, удивительно. Его картины представлены на выставках во многих городах. Ребенок часто ездит с мамой в Крым для того, чтобы получить вдохновение и сотворить вот такое чудо. Именно вот такую картину, удивительную, морской тематике, нам передали в фонд для продажи, для того, чтобы эта картина порадовала своего будущего хозяина и в то же время принесла огромную пользу в лечении нашего ребеночка. Свои необычные поделки ручной работы присылали люди из Ростовской, Волгоградской, Московской, Ярославской областей, Краснодарского края. Откликнулись на просьбу помочь больной девочке и тимошевце. Я хочу обратить особое внимание на вот эти чудесные рукоделия. Эти рукоделия фонд пожертвовал мальчик наш Тимошевский, Цуканов Паша. Мы ему вели сбор на лечение в центре Сакура, Челябинск. Мальчик прошел первый курс реабилитации, но у него есть успехи, он очень старается. Мальчик очень умный, очень развитый, он учится хорошо, но, к сожалению, ножки не ходят. И своими чудо-ручками он совершает вот такие творения и передает нам фонд, чтобы мы продавали и помогали другим деткам. Все изделия уникальны, практически в единственном экземпляре, а самое главное, они приносят пользу. Хочу обратить особое внимание на красивое рукоделие наших помощников местных Тимошевского района. Добрая Феечка передала очень много работ, это порядка 20 штук из дерева фонд для продажи. Ей огромное спасибо. Все изделия уникальные и самое главное, что они полезные. То есть они всегда принесут пользу нашей природе. Можно, допустим, на такой вешалочке разместить свои вещи. Они всегда прекрасно войдут в интерьер любого помещения. Целых два дня, в субботу и воскресенье, на побережье вместе с руководителем фонда «Солнце в ладошках» Еленой Ивановской работала ее помощница, волонтер Юлия Денюкова. Она пришла работать в Тимошевский благотворительный фонд не случайно. Попала я сюда, попросивши помощи моему ребенку. Ребенка у меня уже сахарный диабет первого типа, болеем уже 8 лет. И просила я помощи, мы приехали из Украины, из Донецка. У меня не было возможности купить ему средства для полосочки, для института глюкометра, чтобы измерять сахар в крови. Мне пришлось попросить помощи в фонде. Я подошла, спросила, вот нам помогли деньгами, мы закупили целый год полоски. И потом попросила с ним на работу, говорю, можно я в вашем фонде, помогли бы мне, я помогу другим деткам пособирать. Вся моя семья, которая приехала из Донецка, из Украины, благодарна благотворительному фонду «Солнце в ладошках», за то, что помогли нам и работу дали, и помогли ребеночку моему. Иногда бывает так, что беда совсем близко, а мы ее не видим, говорит Оксана Мельникова, учредитель фонда «Новая жизнь» из города Владимир. О 13-летней девочке Полине Федотовой, которая серьезно больна на ее родине во Владимирской области, узнали от Тимошевского благотворительного фонда «Солнце в ладошках». У девочки очень страшное, практически неизлечимое заболевание, синдром Мафуччи. На данный момент она проходит лечение и обследование, также перенесла уже несколько операций в Испании. Только частные клиники взялись за такое сложное заболевание. В России, к сожалению, невозможно было ей помочь, и если бы девочка не улетела вовремя, если бы ей не помог фонд из города Тимошевска, ее бы, скорее всего, уже не было. А сейчас девочка идет на поправку, и необходимо собрать недостающую сумму. Фонд «Солнце в ладошках» уже откликнулся, и помогли бедной больной девочке из города Владимира больше, чем на миллион рублей. Недостающую сумму мы пытаемся собрать. Благотворительные фонды продолжают проводить промо-акции, чтобы собрать нужную сумму на лечение больных деток. Добрые люди понимают, что 10, 50 и 100 рублей, отданные на благотворительность, дают шанс спасти ребенку жизнь. Я постараюсь, хоть последний, но отдам. Потому что я живой, здоровый человек, я их заработаю. А то, что я отдаю, по-моему, она в два раза больше мне придет. Всевышний же есть, он это видит. У нас, когда палец кто-нибудь порезет, у нас очень больно бывает. А они всю жизнь больные. Они здоровый образ, по-моему, и не знают. Как не больно? Конечно, больно. Не у всех есть возможность пролечить ребенка. Если помогают люди, которые могут помочь, то это очень хорошо. Сдавали кровь по возможности. Бывает, в магазинах кидаем деньги. Так что хорошо относимся. Если каждый будет кусочек ложить своих денег, небольшой, в принципе, для семейного бюджета это небольшие деньги. 10, 100 рублей. И будет большая польза для людей, для нуждающихся в этом. Руководство благотворительного фонда «Солнце в ладошках» благодарит всех, кто оказал и оказывает посильную помощь в сборе денежных средств на лечение больных детей. В первую очередь хотел поблагодарить тех людей, кто сделал эти безумно красивые поделки. То, что они от души прислали в фонду «Солнце в ладошках» безвозмездно, чтобы их продали. И эти деньги пошли больным деткам. Здоровья им огромное, благополучия, чистого неба на голове, всех благ земных. Спасибо им огромное за помощь, за искренность, за доброту в сердце. Светлана Ярыш, Роман Цуканов, Новости, РЕН-ТВ, Тимашевск.